Всем доброе утро! Сегодня я вещаю из детской. Хочу здесь навести порядок. Вот там в полочках. Я уже начала вот это разбирать с нижней полочки. У меня как бы там порядок, но тем не менее, оно все вроде организовано, но он все равно берет, не всегда ложит на место, поэтому периодически нужно наводить там порядок. Еще хочу вот там под кроватью у него лежат игрушки. Ну и вообще все сложить, потому что у нас возможности на новую мебель нету, а нужно обходиться тем, что есть. Я хочу максимально все у него сложить, чтобы было ему удобно пользоваться, плюс лишние игрушки убрать, которые ему уже не нужны. Не знаю, за сколько времени у меня это получится сделать, так как Димка все-таки сегодня дома, у нас карантин, и в любом случае он требует моего внимания. Ну, посмотрим. Начну по чуть-чуть, как успею, так успею. Потом все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь у него разные карточки лежат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима herange дinas DimaTorzok Куча всего альбомы Карандаш DimaTorzok Еще одни карандаш IND Пластилин Гуаш и кисточки Клей ножницы там еще снизу есть цветная бумага для поделок разных но мы с ним занимаемся периодически ему нравится так дальше здесь честно я ничего не перебирала так как когда димка дома это делать невозможно сразу все надо и ничего лишнего не выкинешь поэтому это я не трогала уже как через месяцов пойдет садик я там потом поубик этот коврик достала хочу его отдать подружки своей у неё малышка маленькая она будет сюда тыкать так как нам он не очень удобный я покупала его это говорящий букваренок и мне не нравится буквы например не был бы вы же там мне нужны звуки мне м не подходит он ему так будет сложно учиться поэтому я его убрала тут есть загадки конечно песенки ему они нравились он отгадывал ну то есть в этом плане да прикольно а именно изучение буквы ну буквы да но нам нужны звуки в общем я приготовила потом отвезу его игрушек но выкидывать ничего нельзя все надо тут у меня коробка это полностью его оружие тут всевозможные пистолеты палки арбалет игруша периодически ему достаю ему нравится а там у нас куча листов это я до беременности работала и это были листы для отчетов и так они у меня остались один-ка периодически на них рисует там они расчерченные в общем ему нравится на место здесь я сложила в принципе все как и было так как это его игрушки ему нравится и он их сам сюда когда тыкал хозяйничать не буду тут стоит у нас светильники кстати не обращайте внимание у нас их раз два три но этот не очень удобно и он покупался давным-давно и покупался в качестве того что он просто красивый но светит он не очень хорошо и ну как чтобы на ночь оставлять он слишком яркий а вот нам нужно делать засветы он не подходит нам нужен свет такой прямой вот например как этот я его прикрываю книжкой когда он спать ложится здесь можете не переживать это пластиковая это как светодиодная лампочка на ней нагревается ничего поэтому книжкой накрывать можно и в силу того что мы с ним лечим глаза ему нужно делать засвет и я включаю и по прямой ему светит цвет глаза и когда он засыпал просто закрываем и все когда он уснул я включаю вот эту она реагирует но я так наверно не покажу а вот на свет она реагирует а это солевая лампа периодически тоже включаю тут у него полочка он до нее сам достает все что ему надо ну как бы тут он залазит на стол и может доставать в принципе сомневаюсь здесь у него это пазлы игра тут тоже такие всевозможные игры вот здесь куча инструкции лего с наборов как бы коробки выкидывает только одна осталась а инструкции я оставляю и тут тоже разные а тут еще запасные фломастеры карандаши магнитный театр тут липучки в общем это все лежит сверху на самом деле хотелось бы это все спрятать какие-то стеллажи шкафы но к сожалению мы не можем сейчас их купить поэтому обходимся тем что есть сверху игрушки так и остались опять же очень хотелось бы их спрятать но не получится это его духи это я иногда уложу волосы перед садиком и его расческа книжки все без изменения только пыль вытер на все сложила игрушки так стоят убрать их особо некуда и если что это не мы все купили поэтому у нас бабушка которая очень сильно любит димку и покупает ему целую гору я конечно против но приходится и так стоять но на самом деле с ними не так уж часто играется это мольберт у него здесь тут у него в общем открывать не буду разные магниты мелки все она здесь лежит я понимаю это как бы вроде пыльно но он тут рисует периодически и в кровати здесь я убрала ему это настольные игры это полностью коробка она здесь прозрачная здесь лежат абсолютно все настольные игры даме но карточки очень кстати классные игры мы в них частенько играем вот даже путешествие когда ездили то в поезде играли периодически ну то одни то другие берем в общем классные я очень люблю настольные игры там в конце у него лежит больничка он до сих пор ею играется поэтому она еще лежит здесь у нас королевство лего здесь куча разных но тут и лего и майнкрафт и они так все лежат потому что он особо сам слаживать еще не очень умеет слаживаю их я мне так проще так достаю детальки полусобранные ему полностью собираем тоже все в коробку чтоб она не пылилась а здесь у него лежат большие супергерои в этой коробке у него скритчеры это такие достаточно дорогие игрушки поэтому лежат они здесь они в общем отсеке так как реально каждая машинка 100 400 500 700 разной цены и опять же потому что это оригинальный может быть китайский дешевле но у нас такие поэтому не жалко если они сломаются недостаточно такие хрупкие и диски ну как бы он знает он найдену лежит подошел в коробку понес себе куда надо играть у него лежит также запчасти вот машины такие дешевые очки мы покупали там где по одной машинке в этой коробке у него все супергерои ну тут и солдатики и разные герои и маленькие большие и монетки это золото там как-то играет кто-то часть моих игрушек с макдональдс например это это сме ножик это моей сестры и конечно больше всего здесь динкиных но я их сложила отдельно так как он иногда хочет допустим взять робота вот у него четыре чтобы не колупаться большой корзине он здесь и взял ему удобно быстренько все нашел коробки видите у меня обычные спад обуви я не парюсь мне абсолютно пофиг кто их видит правильно здесь зато так чистота и порядок и но действительно тратить лишние деньги на органайзеры я считаю это очень глупым и бестолковым но у каждого свое мнение и здесь у него лежит это посудка который он до сих пор играется набор инструментов конструктор здесь его там в пакете я показывала шарики на самом деле эти шарики еще когда он был совсем маленький у него был большой бассейн надувной такой и в нем были все эти шарики часть шариков уже выкинулись которые поломались там испортили сейчас осталось как бы наверное их надо пора отвозить маме но посмотрим когда мы их туда отвезем кто-то скажет что игрушек много что нужно от них избавляться постепенно но откуда их девать вот на самом деле продавать ну кто их будет покупать и за сколько если у нас игрушки принципе они не поломаны у нас димка вообще не ломает игрушки как-то он так самого детства был достаточно аккуратный мальчик и нас ничего не ломается ничего не теряется поэтому они как были у него все вот так они у него все остались отдавать кому-то вы сами понимаете сколько игрушки стоит и как бы отдавать тоже но вообще конечно я все равно хочу еще одного ребеночка может быть когда-нибудь мы на это окончательно решимся и большинство игрушек останутся так же самое как и книжки но на самом деле проблема тут не в игрушках а в количество шкафов ну что у нас все открыто и естественно она все лежит на виду надо просто шкафы сюда стеллажи какие-то и в идеале закрытые чтоб не было это лишнее пыли потому что с каждой игрушечки с ручки там сголовки вот это все пыли вытираешь это занимает очень много времени но я это делать люблю в любом случае уборка для меня это я люблю это я надеюсь я сегодня вас смотивировала подбодрила что нужно начинать особенно сейчас на самом деле такая большая проблема у нас стране карантин и принципе в большинство странах карантин и чем себя занять давайте убираться дома что еще делать улице лучше не ходить лишний раз поэтому уборка в доме и и приятное и полезное время с пользой и в спорт если вы впервые на моем канале поддержите меня пожалуйста лайком возможно подпиской я как видите еще такой молодой канал только начиная свой путь и мне правда очень важно моральная поддержка и взаимная связь не это очень важно надеюсь вы со мной хорошо провели время всем пока